Всем привет, дорогие друзья, с вами Дэйв Джонс, добро пожаловать, усаживайтесь, о, вы с чаем, ну тогда, конечно, присаживайтесь, и вот, наконец-то, вы и подошли. Ну все, теперь точно можем начинать, все в сборе, я с вами, и мы сегодня поговорим о фракционных изменениях. Разработчики вчера выложили новый пост на главной странице сайта, в котором поделились с нами своими планами, которые будут касаться изменения фракционных войн уже в близящемся обновлении, которое будет называться «К оружию» или в английском переводе «Call to Arms», как обычно называется гильдейская повинность, когда вас всех призывают заниматься ЗВЗ-контентом для того, чтобы что-то поформить в гильдию, а? В общем, «Call to Arms» — это обновление, которое будет заточено преимущественно на королевский континент, на ЗВЗ-сражение для огромного количества игроков, которые приходят в игру и которые ищут его, но не хотят вступать в гильдии, а может быть даже и состоят в гильдиях. В общем, это будет полноценная переработка фракций и ее систем, и это на самом деле будет крупномасштабное обновление, и поэтому разработчики решили поделить новости касательно этой системы с описанием ее новых механик на несколько частей. И вчера на сайте вышла первая часть, о которой я вам, собственно, и расскажу. Ну а перед тем, как мы начнем, ребят, как обычно, прошу вас влепить лайк под этим видеороликом. Также не забывайте, пожалуйста, вот вы, вы и вы поставить, пожалуйста, тоже лайк и проверить, подписаны ли вы на канал, потому что многие, кто смотрит мой канал уже давно, ну, вдруг обнаруживают, что они забыли нажать на эту красную кнопку, а заходят по рекомендациям. Поэтому проверьте, подпишите, мне будет приятно. А также не забывайте о том, что если у вас есть возможность, вы можете материально поддержать канал через спонсорскую подписку. Внизу, нажав на кнопку, от 49 рублей вы сможете поддержать на ежемесячной основе то, что я для вас делаю, а также для этого и сайт Patreon, ссылка на него есть в описании. Ну а мы с вами переходим к новостям, я вам начинаю рассказывать, что там для нас готовят в фракционных всяких вот этих движниках. Поехали! Итак, давайте я вам расскажу, как будет работать фракционная система, которая изменяется в грядущем обновлении к оружию. На сайте написано все довольно запутанно, если посмотреть видеоролик, то становится понятней. Я постараюсь простым языком вам рассказать об основных изменениях, которыми с нами поделились в этом первом выпуске дневников разработки. Итак, как сейчас работает фракционка? Вы все прекрасно знаете, для тех, кто не знает, то вы присоединяетесь к любому из городов, и у вас есть вариант. Либо пойти зачищать форпосты, которые в принципе никто не ходит зачищать. У вас есть вариант перевозить ресурсы, и этим занимается огромное количество игроков. Я даже знаю, что есть гильдии, которые занимаются только перевозкой ресурсов и зарабатывают на этом неплохие деньги. И третий вариант, которым обычно все тоже занимаются, это просто взять фракцию и пойти закрывать данжи в красных королевских локациях. Это вот три варианта, которые сейчас есть при занятии фракционными какими-то активностями. И разработчики подумали, что это действительно как-то не очень интересно, хотя, наверное, кому-то по кайфу просто возить туда-сюда ресурсы. Поэтому в новом контентном обновлении нас будет ждать полная переработка системы фракции. И это на самом деле довольно круто, потому что это позволит участвовать в ЗВЗ-контенте даже тем игрокам, которые не особо заинтересованы в каких-то гильдейских обязательствах, а просто хочут вечерком зайти и за свою фракцию потопить вместе с другой кучей народу и поуничтожать своих противников. Ну, а также позаниматься диверсиями. И для того, чтобы это было интересно, разработчики подготовили для нас довольно много интересных механик. И первая механика, про которую мы начнем рассказывать, чтобы все было последовательно, это механика изменения и популяризации массовых сражений. Теперь, когда вы берете фракцию в желтых и синих локациях, вы больше не будете умирать от руки другого игрока. И поэтому, когда вы будете участвовать в контенте, о котором я расскажу чуть позже, в желтых локациях вы не будете терять свои вещи, а просто будете респавниться на ближайшем форпосте вашей фракции, что позволит новичкам и не особо подготовленным пока что игрокам понять, как работает новая фракционная система, а потом уже переходить в красные зоны, где уже есть, как обычно, фулл лут и при этом награда в количестве очков фракции, а также, в принципе, все награды и какой-то прогресс по вашей фракции будет значительно быстрее и лучше. Ну и, конечно, там будет поинтереснее сражение, можно противничков полутать правильно. И теперь переходим к самому изменению системы фракции, как теперь это будет работать. Теперь для того, чтобы вы не меняли фракции как перчатки, разработчики хотят, чтобы вы выбрали фракцию своего города и ассоциировали себя с фракцией города, который вы выберете. То есть, чтобы ваша фракция была осознанным выбором, а не как сейчас, то есть вы там захотели, поехали в Мартлок, там взяли, через недельку взяли Лимхёрст и так далее. Поэтому теперь у вас будет двухэтапное принятие фракции через новое меню. Вообще менюшек будет крайне много новых, и это все выглядит очень классно. И теперь первым нажатием вы принимаете фракцию, в которую вы вступаете, а вторым нажатием вы активируете боевой режим. Что это значит? Как я понимаю, первой вы просто выбираете фракцию, за которую вы будете топить, и присоединяетесь к этой фракции. А когда вы хотите уже именно сражаться, чтобы другие фракционщики были для вас врагами, вы нажимаете и активируете боевой режим, и идете выполнять какие-то активности. Захват форпостов, убийство других игроков по чужой фракции и так далее. После этого вы возвращаетесь в город и снимаете с себя боевой режим, но продолжаете находиться в рядах вашей фракции. За это вам будут постоянно начисляться очки вашей фракции, в зависимости от того, какой импакт, какую пользу вы внесли в прогрессии своей фракции в данных фракционных сражениях. То есть теперь как-то более осознанно разработчики хотят, чтобы вы подходили к выбору фракции. Теперь переходим к изменению самих сражений и то, как это теперь будет реализовано. Во-первых, весь Королевский континент будет чуть расширен, как мы это и предполагали, потому что на данный момент времени красных локаций крайне мало, отчитывая, что игроков приходит все больше и больше в игру, плюс релиз мобильной платформы не за горами, поэтому Красный континент будет расширен, ну, Королевский континент с красными зонами. И, соответственно, теперь будет полностью переработана система сражения и получения очков за фракционные войны. Теперь это не просто форпосты, которые расставлены по каким-то определенным локациям, в которых никто не участвует, да, сражения за эти форпосты. По факту все только перевозят и участвуют в донжах. Теперь вся карта будет поделена на регионы, и эти регионы можно будет захватывать каждой фракции за то, что вы будете получать в контроль как можно большее количество форпостов. Это, по сути, свой регион, как я понимаю, исходя из вот этого вот изображения новой карты, которая нам представлена будет в новом обновлении. И захватывая как можно большее количество форпостов, регион отходит к вашей фракции, и ваша фракция начинает держать его под контролем. Причем, когда ваша фракция захватывает регион, у нее открываются пути на прилежащие локации. То есть, если, допустим, вы приходите в локацию врага, и вы хотите захватить у них регион прямо в самом сердце, а вокруг их другие регионы, да, то есть с центра, у вас так не получится сделать. Для начала вам придется отхватить прилежащую какую-то территорию, прилежащий регион, который был захвачен противоборствующей фракцией. Это позволит вам сначала прорывать там первую линию обороны, потом там в тыл фракции входить. И причем для того, чтобы была мотивация это делать, да, а не просто бегать по каким-то регионам, которые ближе к вам, постепенно количество очков фракции и количество награды, которые вы будете получать, она будет увеличиваться. Для того, чтобы вам было понятней, у вас есть форпост. И за его захват вы получаете фракцию, и, соответственно, вы получаете определенное количество очков вашей фракции, которые вы можете потом потратить на какие-то приколюхи, об этом я расскажу чуть позже. Но, если вы будете захватывать форпост, на который постоянно и так нападают, то количество очков вы будете получать не очень много. А вот если вы доберетесь до форпоста, который где-то в тылу противника, да, там, за другими регионами, то есть вы последовательно проведете какую-то атаку, и захватите сначала вот этот регион, потом вот этот, и дойдете вот до третьего региона, который за ними скрывался, то там, чем дольше стоит форпост нетронутым, там будет генерироваться больше количества, ну, вот этих вот очков славы, очков чести за... очков фракции, то есть как с ресурсами. Если дерево стоит, и его постоянно срубают, то ресурс не успевает восстановиться. Но если ресурс лежит дольше, как вы знаете, то там на максимум он восстанавливается, и вы больше собираете. То же самое с форпостами, они постепенно будут накапливать количество наград, поэтому вам будет резонно прорывать первые какие-то регионы противника и прорываться вглубь, где форпосты стоят у них долгое время нетронутыми. Как это будет работать для вас лично? Игроки, которые будут участвовать во всех этих ЗВЗ-сражениях и которые будут отбивать эти форпосты, захватывать регионы, в зависимости от своего импакта, то есть сколько игроков убили, сколько форпостов помогли захватить и так далее, будут получать еженедельный отчет, в котором будет указано все их достижения, сколько они заработали очков фракции, плюс за все подконтрольные регионы часть очков будет капать и вам. То есть в этом есть абсолютная мотивация того, что вам есть резон ходить вместе с другими игроками, за вашу фракцию топить и захватывать как можно большее количество регионов. За эти очки фракции вы будете приобретать самые разные крутые приколюхи, которых еще и надобавляют, я думаю. Из того, что было показано в ролике, у нас будет, как я понял, восьмого тира маунты какие-то новые, белый медведь восьмого тира точно был в ролике показан. Помимо этого, там были еще без иконок какие-то баннеры, я так понимаю, что это либо внешка, знаете, как баннер арены, либо это какой-то новый плащ. Возможно, будут добавлены новые плащи, я не знаю, но думаю, что, исходя из того, что разработчики планируют так сильно улучшить и, так сказать, сделать глубже контент фракций, думаю, что и наград для того, чтобы была мотивация эти очки зарабатывать, будет больше. Помимо этого, насколько мы помним из предыдущих дневников разработчиков, помимо еженедельного отчета с дополнительными какими-то наградами и вашей статистикой по фракционным сражениям, у вас также будет ежемесячное ваше достижение в фракционных войнах, и оно будет выглядеть, как сейчас испытания, которые каждый месяц. Там вот это карнавальное испытание, где вы маунты еще в конце получаете, это будет такая же система, абсолютно с таким же, как боевым пропуском, но там будет количество очков фракции, как я понимаю, которые вы за месяц добили, если вы добиваете до максимума, вам также дают какую-то большую награду, видимо, какие-то крутые подарки, может быть, маунтов каких-то и так далее. Итак, в сухом остатке мы также... А, еще помимо этого, забыл сказать о том, что будет введена новая фракция. Разработчики пока не говорили о том, какая эта фракция будет. Они сказали, что расскажут нам в следующих дневниках, то есть это только первая часть дневников, которыми они с нами поделились и рассказали, как это будет все работать. И там будет какая-то новая фракция, не знаю, как она будет работать. Я вангую, напишите, что думаете вы. Но мне кажется, что это будет фракция Корлеона. Это черный город с черным рынком. Раньше он... Это, по-моему, единственный город, в который можно войти с довольно сильно отрицательной кармой. И это будет какая-то бандитская фракция, которая будет совершать какие-то диверсионные набеги. И, как говорили разработчики, игроки также смогут в нее вступить. И она будет более подходить для более опытных игроков. То есть мне кажется, что это будет именно какая-то такая фракция бандитов каких-то. И у них, возможно, даже будет немножко иной геймплей. И в конце этих дневников нам показали одного... Ну, как, наверное, да, одного из боссов этой фракции, который охраняет фарпост этой новой фракции, как, я думаю, Корлеона. Какие-нибудь, не знаю, фракции бандюганов каких-то. Вот. В остальном, что мы имеем? Давайте подведем итоги. У нас есть мотивация для того, чтобы постоянно завзэшить. У нас есть мотивация выбрать себе фракцию и топить за нее. И это позволяет нам вот эти вот двухфакторные, так сказать, вот это вот присоединение к фракции. Если они сделают так, что при выходе из фракции потом ты обнуляешь свой результат, это как раз-таки поможет избежать заболачивания. Потому что, как вы понимаете, если какая-то топовая гильдия с крутыми завзэшными составами начнет сражаться за какую-то из фракций, они могут очень сильно затопить вперед и там регионы позахватывать. И как это обычно бывает, если оставить систему как сейчас, то все просто поливают из других фракций и начнут топить за ту, которая приносит больше всего фракционных очков. Именно поэтому было сделано так, что ты сначала принимаешь какую-то фракцию, потом активируешь боевой режим, после этого ты снимаешь боевой режим, но если ты хочешь уйти, то есть еще и уйти из фракции, то, скорее всего, твой результат за эту фракцию должен обнуляться. Но мне кажется, это было бы логично. Мы имеем интересные новые системы, когда ты выбираешь фракцию и топишь за нее. Мы имеем контент, куда можно брать своих зрителей на стримы и топить за одну с ними фракцию, делать какие-то активности, захватывать фэрпосты. Это новый контент, который ждут, наверное, я и все мои коллеги. И мы имеем мотивацию для того, чтобы захватывать регионы. Это очень интересно, то есть это реально будет прикольно, как в игре, я не знаю, кто-то играл, это, конечно, не MMORPG, была такая игра PlanetSide, и там было три фракции, которые между собой боролись за контроль территории на планете. Это шутер был, но это что-то подобное, только фракций будет больше, и захватывать территории регионы будет действительно классно. Ну, можно взять еще аналог ВВВ или, там, не знаю, вот этих вот сражений в ТСО, в Guild Wars и так далее. Посмотрим, что в итоге получится, ждем следующих дневников разработчиков. А это вот как-то так, пока что, что рассказали нам разрабы. Надеюсь, я смог объяснить, что вас ждет простым и понятным языком. Ставьте лайк, напишите, что вы думаете об изменениях новой фракционной системы. Ну, а с вами был Дэйв Джонс, и мы увидимся с вами в следующих видеороликах. Пока, ребята, лайк, подписка, увидимся. Бэм!